друзья я приветствую вас на канале алекс дозор сегодня видео выходного дня в воскресенье выходит это видео да я понимаю что многие из вас могут посмотреть его позже но все же все же это рубрика выходного дня им специальной футболочки свои для выходного надеюсь вы там сейчас находитесь на расслабончики даже если сегодня не воскресенье я вот желаю вам друзья быть хотя бы слегонца но на расслабончики чтобы спокойненько посмотреть видосик и да у нас сегодня обзор не аудио каких-то гаджетов не наушников не свистков не плееров хотя знаете с львиной долей попадания в яблоко можно сказать что телефон это очень важный важная часть аудиотракта а тем более телефон с отверстием в три с половиной что нынче редкость знаете позволил себе такое легкое отступление читал в одной статье о деградации скажем так намеренной некоторых устройств особенно телефонов вот и читал я там следующее что сначала нужно убрать три с половиной например джек из телефона а потом назад поставить какие-то другие модели сказать вау смотрите а у нас есть три с половиной но это один из вот этих вот случаев скорее всего ладно самом аппарате чуть позже чтоб хочется сказать хочется сказать что такие видео на моем канале бывают это не постоянные моменты нет она когда мне в руки попадает телефон особенно новый то я не прохожу мимо и стараюсь снять на него обзор знаете я обычно называю свои видео видео впечатлениями в которых я как бы да делюсь впечатлениями с телефонами чуть-чуть по другому обстоит дело то есть это конечно и впечатления какие-то мои от того что я подержал аппарат в руках посмотрел попользовался там буквально чуть-чуть о мой обзор потому что я готовился я смотрел я проверял какие-то вещи да то есть я старался поэтому такое двойное скажем так видео впечатление с обозревательной частью друзья это телефон для тещи из названия вы уже наверное это поняли вторую часть названия расшифрую вам по ходу пьесы по уходу видео вот взяли еще перед новым годом снимаю уже где-то в середине марта вот и даже середине моя моя любовь тебе не хорошо что не в середине мая и наконец-то надо это сделать и отдать тещи ее аппарат потому что ну потому что как бы сами предложили чтобы она ушла со старого и сто и столько я держу дома поэтому и фотографии новогодние кстати в инсте вы их можете посмотреть там фейсбук поручатиков телеги в которых можно меня найти написать в личку а еще есть телеграм-канал аудио ателье для продаж какой-то аудиотехники которая остается после моих обзоров иногда там друзья канала что-то выкладывают просто чтобы я выложил поэтому заходите смотрите может что-то понравится пишите спрашивайте обязательно потому что таким образом вы и мне поможете моему каналу если вдруг там что-то приобретете и себе как минимум на память что-то оставить а можете найдете что-то интересное и там будет ссылка на этот телефон телефон я брал локально в конфи стоит он восемь с половиной тысяч на данный момент в декабре месяце мы брали его чуть дешевле сейчас чуть дороже стал за это время ну что хочется подметить под данным аппаратом до цена вроде не маленькая и ним и не да ну то есть не сверх дорогая вот ну и аппарат такой вроде бы как и заряженный с одной стороны какие-то вещи здесь такие серьезные тут у нас dolby atmos есть тут у нас шести пять экран full hd вот ну то есть 50 мегапикселей камера сейчас технические характеристики я вам отдельно расскажу когда буду открывать его показывать комплект поставки вот но процессор у нас здесь медиатек вот и то есть это такое решение состоящая из компромиссов вроде какие-то вещи такие чтобы удивить нас а вот а как на каких-то вещах ну конкретно как на проте и еще наверное на кое чем здесь было подсэкономлено но если здесь дракон бы стоял особенно какой-нибудь из последних ну аппарат был стоил бы как минимум наверное в два раза дороже вот а так а так вопросы конечно есть но несущественные ладно не будем заходить вокруг да около и давайте посмотрим на упаковочку что там как там и технических характеристиках а после а после я вам еще кое-что покажу смотрите друзья не гитарки не пингвинчика не зеленого фонаря потому что по сути в принципе эти атрибуты ну к телефону как-то как-то не вяжутся не пишутся а из названия мы понимаем что рабочая лошадка и вот тут у нас такая вот рабочая бригада ух ну а q5 от epz лежат здесь потому что ну они просто в цвет идеально попадают и во вторых очень хорошие наушники которые мне действительно понравились очень меня радуют попали мне под руку и я решил их для антуража тоже здесь положить причем вот кабель на три с половиной вот сейчас сейчас даже может быть демонстративно они станут первыми у телефона moto g54 5g вот ну ладно друзья смотрите первое что сразу бросается нам в глаза это коробка картонная из переработанного картона и вроде бы это совсем неплохо и даже бы прикольно но если вот допустим брать в отношении предыдущих их коробок серии g до таких обычных синих вроде бы как папа под моторолку хорошо ну и как бы здесь вот нормально вся серия g там начиная с восьмого по моему может быть и раньше не знаю я точно помню с 8 9 9 плюс там 30 100 какие еще были 60 вот они были вот в этих вот синих а синих коробочка по сравнению с этой синей ну в принципе да такой интересный ход нового что делала раньше моторол смотрите с моего moto z 2 коробочка это это наверное крепкий шаг назад ну это вообще флагман был компании когда я его покупал по ну то есть именно действующий был тогда мото z force поэтому ну я думаю что и коробочка получше но все же как бы все же все равно вот видно сразу что идет какое-то упрощение уже но по коробке ну такое себе сзади у нас тут чего-то где-то было бы написано но если бы не залепили вот тут стикером из магазина тоже кое-какие технические характеристики написаны но я вам все это дело расскажу вот видите как бы что у нас здесь объемный звук вокруг все все как бы на месте ладно давайте открывать технические характеристики я все 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 прекрасно расскажу вот так вот выглядит сам телефончик пусть полежит так это не уже никуда работаем у нас рабочая обстановка рабочая лошадка до мануальчики удашь удашь без них присутствует целых два штуки у нас есть скрепочка годится вот такой вот кабель кабель самый самый с виду обыкновенный можно конечно взять и еще где-нибудь где-нибудь получше так кабель оставим таки скрепочку для красоты оставим раскидываемся добром и вот такой вот блочок питания что там дальше вот тут ничего нету кроме юарку юар кроме штрих-кода вот такой вот блок питания но к нему мы тоже тоже сейчас вернемся видите бумажная такая чтобы не царапалась ничего опять таки не полиэтилена какая-то тоже переработанная видать бумага давайте сделаем ну первое у нас не получится смотрите сенсор отпечатка пальцев он же кнопка включения удобно прикольно вот на moto z третьем это уже не был такой телефон тоже про него есть видео на канале тоже такая же вот кнопочка есть вернее такой же датчик сенсорное включение но кнопка вот вот здесь вот находится вот это неудобно а когда и датчик и кнопка в одном лице это уже удобнее и тебе привет и тебе привет ну не могу сказать что это прямо у нас первое включение понятное дело мы его уже проверяли включали ну все еще пусто то есть мы вот его только включили только зашли и вот так вот это симпатично выглядит пусть он родной здесь полежит и так технические характеристики диагональ у нас экрана 6 и 5 разделительная способность 2 400 на 1080 full hd тип экрана lcd поддерживает 3g 4g и 5g 5g это скажем так основная фишка и переплата ни за что в нашей стране потому что навряд ли в ближайшее время вообще появится я думаю что уже когда к 6g подойдем ну тогда уже как 5g и проскочим из-за того что война из-за того что беда из-за того что люди гибнут ну точно не до 5g пока пока ситуация так вот не показал покажу вот такой вот чехольчик самый обычный силиконовый вот здесь вот рифленый здесь сзади гладить на первое время пока не купишь мы кстати приобрели до следует в следующем блоки я вам обязательно покажу приобрели и чехол и уже стекла на него все приехало осталось только закончить с обзором и отдать теще смотрите сзади отпечатков пальцев никаких не собирает ничего не то но это откровенный пластик даже как бы как пустота какая-то чувствуется вот где-то здесь или как вздутие какое-то честно говоря уже привыкли к тому что сзади такие прикольные классные поверхности хотя опять-таки никто это не видит под чехлом никто это не не ощущает поэтому тоже главное чтобы с этой стороны было все красиво кстати вибрации по экрану чувствуются вот вообще хорошо сразу то что чувствуется то и в рассказы вот прям пальцем прижимаешь вот сейчас вот и возникают вот вибрации мне сложно будет это вам показать поэтому вам остается верить мне на слово так ладно продолжаем lcd экран у нас 120 герц а если все сказал мы на 5g остановились количество сим-карт у данного аппарата 1 но можно поставить виртуальную есть симку можно добавить сюда еще карточку наносим 13 android заявленный здесь здесь он здесь он и есть вот совсем другого у меня не не такая вот всплывашка не совершенно все по-другому я даже вот с 13 android сейчас в данном аппарате знакомлюсь скажем так это мой первый опыт с 13 вот модель процессора вот о чем вот о чем я говорил медиатек даймонд сити 7020 ну или 7020 восьмиядерный с частотой процессора 2 на 2 и 2 ерц и 6 на 2 ерц вот вот модель графичного процессора какая какая-то мало мне знакомая если кто кстати что может сказать по поводу особенно вот этого вот графично графического процессора вот ай м g bx м 8 256 извините немножечко гнусавлю походу чуть-чуть чуть-чуть подпростыл вот сейчас только начинает это дело проявляться вот так что сразу извините пожалуйста если что так оперативная память у данного аппарате к 12 гигабайт своей памяти у него 256 гигабайт камера два датчика 50 и 8 мегапикселей он потом потом с камерами будем разбираться фронтальная камера как вы видите у нас под экраном нету никаких там ни капелек ничего хотя вот подбородок есть а ну вот подбородок есть небольшие рамки есть по экрану да видите вот видите и вот перестань это делать не люблю когда так быстро выключается у меня везде на всех этих по полчаса стоит я лучше сам отключу чем у меня вот так вот будет самый неподходящий момент короче 16 мегапикселей фронтальная есть вспышка подсветка и фонарик разумеется тоже есть да не удивил стабилизация оптическая вот bluetooth 5 и 3 здесь у всякие nfc gprs и все как полагается вот и избитации вот у нас как раз вот этот вот динамик а он тут только снизу да или сверху вот просто надпись ну не стерео насколько да я понимаю не стерео и вот он разъем три с половиной аккумулятор 600 махов и быстрая зарядка 30 ватт вот она снимаем и 30 ватт у нас с женой на motorola нужен уже верней пока давно а motorola мне перешла zk 3 вот как и за 4 у меня как и z2 так там 18 вот зарядка вот здесь она и здесь она быстрая достаточно быстро аппарат заряжается за час сто процентов заряжается ну и сразу проблема которая вот вот первая и такая основная животрепещущаяся аппарат уходит в саморазряд мы купили там он был заряжен проверили положили я доставать в одну не под новый год уже там ближе к решению доставать фотографировать а он сел я сначала удивился потом как бы ну да зарядила сфотографировался положил еще раз достал и он опять усевший сколько дней он лежит до полной разрядки я вам не могу сказать я сейчас вот до 70 зарядил пока пока им пользовался 69 ну вроде бы вот так вот особо и не жрет да то есть один процент за вот это все время что я снимаю там он полежал тут его поклацал что-то понажимал в принципе вроде как не разряжается но будет лежать неделю не знаю может месяц в месяц наверно точно и уйдет в сама разряд а так нет это у нас не сенсорная кнопка друзья это так вот мне показалось 1000 1000 извинений я думал что сенсорная нет это у нас это у нас этот самый сразу кистар диктофон еще что-то это обычная обычная кнопка обычная качелька обычная кнопка включения на так как хотел то было сенсорная давайте еще кстати посмотрим на слот камеры да потому что одно дело прочитать информацию а другое дело затвердить ее да все как бы все так есть и смотрите две симки не поставишь и симка не маленькая то есть не самая микро можно только одну таким образом поставить ну а вторую виртуальную если сильно надо принципе этим никаких сложностей виджет прикольный подчас и мне мне нравится у меня как-то как-то проще прозрачнее все может с непривычки мне кажется что этот классный конкретно и так про корпус сказано у на сайте motorola stone биометричный защиту биометрическую имеет распознавание лиц не про корпуса на про про сам телефон просто там подраздел корпус ладно сканер отпечатков пальцев подэкранный но сейчас мы все все это проверим как что работает материал пластик да ну мы принципе с вами уже сами с этим разобрались высота аппарата почти 162 сантиметра ширина почти 74 и глубина почти 9 вес 200 грамм цвета есть разные если что можно синий там вот такой черный решили черный ну и гарантия в комфе один вот если что на него ну или везде в официалов один вот гарантии вот так вот друзья теперь давайте посмотрим как он работает итак друзья умеют же эти товарищи из мото запутать вот и очень сильно это действительно датчик сканер отпечатка пальцев вот и работает этой кнопка и сканер отпечатков пальцев одновременно все как я изначально и думал но потом меня что-то смутило непонятно что меня сбила с правильной и истинной мыслями вот все хорошо работает он шустренько тоже особых нареканий нету вот у меня на moto z4 там там а подэкранный датчик и это работает просто он постоянно не узнает его он долго думает там еще как бы так не так приложишь там палец на работе там как 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 бы затер все он его перестал узнавать все сложнее в moto z2 ford там легче там вот здесь вот он находится там хороший шустрый очень сканер может быть чуть чуть быстрее этого но ненамного скажем так этот отлично все нареканий никаких нету вообще нареканий особо к этому смартфону за его цену ну сложно будет найти вот озвучу парочку которых даже не я нашел но и мне мне допустим не попадались эти вещи ладно смотрите по яркости вот у меня состоит чуть больше 50 может даже чуть больше 60 это не ну где-то 60 процентов и для того чтобы мы смотрели комфортно через камеру на все это дело это отлично и я вам скажу я сейчас на него смотрю вот в таком так при такой же яркости я вот сейчас как бы последние там моменты что-то нажимал что-то включал сюда перепроверял вообще как бы вопросов нету с яркостью экрана все отлично по шустрости смотрите не успевает камера за шустростью телефона с этим тоже все все хорошо очень даже хорошо нигде не подтупливает особо каких-то подлагивания нету но если вы его чрезмерно перегрузите нагрузите может быть и будет мне так не удалось чем-то нагрузить не было даже такой цели вот поэтому вот в папу в папу в папу же мобайл я играл и он только немножечко нагревался и сильно не лагал нагревание есть но не критическое вообще не критическое тот же опять-таки мой z2 force тут греется кипятком просто берется летом в руках держать невозможно но по земле зато приятно можно руки погреть здесь вопросов никаких не возникло слегонца нагрелся все в порядке вот как какие минусы ежели и не мной обнаружены люди говорят что не все игры на нем играют корректно какие-то начинают влажать какие-то начинают плохо загружаться еще какие-то вопросы возникают у меня такого не было с мы с вами чуть-чуть по и по и рам я это дело подгружу покажу вам вот каплю буквально так чтобы вы понимали ну что я не просто так вам рассказал а сами увидели увидели своими глазами знаете что мне еще хочется по поводу него рассказать по поводу звука все таки как бы этот телефон он заряжен на то чтобы удивлять своим звучанием но опять-таки удивлять своим звучанием за свои деньги вот не больше не меньше но он действительно удивляет очень приятно очень четкой классно звучат камеры здесь есть вот камеры звучат динамики 2 этого смартфона здесь есть вот такая вот функция смотрите работает она тоже отлично чтобы ее включить надо ставить наушники видите включена вот интеллектуально dolby atmos подстраивает там локал подводит басы насыщает ну и честно скажу если там не для нашего брата аудио любителя такого плотного то это вообще прекрасная функция там вот ну человеку послушать музыку получить от нее просто какое-то удовольствие биточек чтобы басочек качнул все это есть все это есть даже выключенным вот я кстати тестировал по звуку их а сам на танзу ваннер с этими вот такими бюджетными но красивыми наушниками и ну довольно таки неплохими по своему звучанию и вот видите да кабель я конечно поставил крепко дороже этих наушников ну несут потому что более дешевого у меня уже на руках сейчас нету а тот что комплектный но это здравствуй ужас я кошмар его надо обязательно обязательно сменить на что-то другое на нем слушать но это портить на звук этих наушников даже с телефона вот даже с этого телефона и показал ли он себя отлично при выключенном тоже классно играет все вот этого вот эффекта нету такого сверх музыкального вот но играют наушники классно и не съесть и серединка есть и вы че есть ну я бы даже сюда для вот таких вот более-менее простых наушников да если наушники попадутся посложнее может как вот епз которые у меня тут лежали которые в цвет попадали да а вот перед этим ну тогда бы до свисток не помешает для вот таких вот наушников я сюда даже не могу говорить вам надо там какой-то донгл купить переходник нет вполне классно будет будут они играть вот но как бы не будем до давайте в анализ звуков долги вдаваться просто поверьте мне на слово всего будет хватать и даже как бы вы че будут очень приятные просыпчатые ну то есть какая-никакая даже детализация у этого смартфона на звуке есть да это не какая-то там сверх детализация а скажем так приемлемо среднее давай давайте вот так вот на уровне донглов точно отыграет особенно какой-нибудь бассивус на l51 цапе каком-то сюда точно не надо тулить вот все все отлично все замечательно кстати и вот без этого самого вот я спокойно с youtube музыки все включал первая попавшаяся просто сидел классов и все играет все играет достаточно приятно очень-очень даже ничего динамики по громкости получается где-то где-то среднем но опять-таки если с долги атмосферно приятно насыщена в пространстве если вот так вот положить телефон до на стол и там с кому-то что-то показать какой-то клипчик какой-то музыкальный может быть отрывок дать прослушать вот вот вполне хорошо вот вообще действительно хорошо атмосферно звучит да там громкостью на улице он удивлять не будет но в подъезде вообще может там кстати раньше не знаю как сейчас сейчас наверно не осталось такой движухи раньше часто было движуха на подъезде туда приносил телефон и музыку ставил там и как бы и клипчики показывал видосики разные вот вот на подъезд бы он качнул неплохо аж так басиста ну то есть не басиста а объемно на низких частотах вот он что сам объемно что если а вот этот удобе атмос включить уже будет хорошо приятно объемно поэтому такой знаете не могу прям музыкальным этот смартфон назвать но точно музыкальная в нем что-то есть друзья мы давайте все таки посмотрим как он поведет себя в игре ух она уже вышла вот друзья как это дело выглядит уже одного товарища с ножа завалил вот какой-то сундук мне выкинула тут очень интересного подобрали каску как тут я тоже уже что-то подобрал были какие-то патроны вот вполне нормально он присел стал лег ну все бегает все шустро кстати звук в играх тоже такой неплохой атмосферный так где он сперва ну вот неплохой атмосферный приятный нас набирали вот все шустро ну опять-таки каких-то нареканий ну нет нет вообще опять какой-то кренгель меня тут валит одного я только что зарезал ну как бы как видите интересно это у меня получится зарезать вот как самое интересное углубим все умерли все сгорели на этой шикарной новости будем заканчивать нашу игру вот ну как вы поняли все с аппаратом данным хорошо и рекомендовать я его точно могу но есть один нюанс один нюанс который вот уже и я подметил это уже не где-то с каких-то слов что есть проблемы в каких-то игрок есть проблема с аккумулятором конкретно в этой модели не знаю у всех этих моделей больше нигде не встречал никто об этом не говорит вот специально искал эту информацию аккумулятор уходит саморазряд лежит какое-то время я кучу раз его так вот доставал брал заряжал вложил на 100 процентов приходил брать его через пять дней через неделю он севший полностью и почему так с чем это связано я нигде такой информации не нашел но вас друзья могу в этом предупредить вот это один огромный косяк во всем остальном телефон классный все все у него замечательно если бы не саморазряд если кому-то будет интересно как он будет работать сколько до два дня он держит два дня он держит вот а потом разряжается вот при при его использовании но я имею ввиду что вот выключенном состоянии ты его выключил а он раз и разрядился ладно давайте по камерам еще сейчас я вам покажу работу камер этого телефона и 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 та же природа а это друзья макро режим себя я на него точно не сниму а вот такие вот красивые одуванчики можно снять даже вот давайте вот она пчелка 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 друзья попалась фото охота теперь надо и видеозапись как-то друзья ну и горизонтальный режим покажем также протестируем то же расстояние и ширик с этого расстояния кстати заодно проверяем как вот микрофоны работают при записи да опять таки я дерево вот природу ну и макро в горизонтальном опять та же самая пчелка друзья я за ней всю полянку оббегал пчелка дай номер телефона или куда там тебе в телегу скинуть давайте а хорошо друзья снимает камера я не думал что я такой седой посмотрите вообще жесть сильно да вот я сейчас только что сам был удивлен ну так вот фронталочка в штатном режиме работает мимо того же дерево вот вот та же природа даже если меня из кадра убрать да вот так вот друзья ну и ночная съемка у нас буквальный ветер шторговое предупреждение заодно и микрофоны сейчас проверим как во время ветра работает тем же маршрутом проходим дерево и природу наверно туда вдаль уже будет вообще ничего не видно ну в принципе так вроде как нормально для ночной съемки снимают друзья ноги горизонтально просто вот посмотрите опять таки как будет выглядеть дерево там природы видно почти не будет подойдет дерево повыше прям на него в принципе еще ничего так снимает как вы видели с камерами данному аппарату тоже вопросов никаких быть не может вполне нормально средненько местами даже выше средненького снимает этот аппарат вообще хорошо единственное что ну вот это вот дичь с ночной съемкой с ночным фото будем считать что я здесь просто нет не знаю как то с настройками это здесь появится не появится ну вот не не сработал этот вариант с ночным фото под фонарик под вспышку телефона все хорошо работает а вот так как бы чтобы ночное ну ну нет вот ну а в виде технического эксперта или в качестве технического эксперта у нас лизонька так сразу предупрежу для нас это новая и она немножечко боится а когда шиншиллы боятся мало того что они вот так вот тут нервничать отбрасывая чуть-чуть шерсти вот они еще и и чуть-чуть водят вот тут вот она мне уже подоставила я сейчас спрячу так а так смартфон да вот он тебе как понравился не пусть пусть не бойся ведь она дрожит боится ну а что привыкать надо вот я вот о чем я говорил без этого без этого никак ну давайте так и тихо тихо не кусай микрофон гляньте вот кто кто микрофон пара а смартфон тебе как укусить смартфон все таки она это сделала все 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 отработала молодец молодец отработала я пусть это дело вас не смущает вот так вот сделаем чтобы это чтобы не смущало вот но причем она еще маленькая ей полгода а когда они маленькие у них вообще эти все вещи не сильно контролируемо происходит все друзья закончил с данным аппаратом вывод я в принципе знал что я покупал брать она назад рвется в бой я знал что я покупал выбирал и в своем выборе я не разочарован да 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 я понял тебе понравился аппарат ты молодец ты настоящая молодец не надо не кусай не кусай все чего пошли ко мне пойдем не хочет разбегалась разгулялась все друзья всем всего самого доброго всего самого хорошего и до скорых встреч наших эфирах пока